Всем доброго времени суток! Сегодня я вам покажу как связать вот такие ажурные мережки, которые можно использовать для украшения просто лицевого полотна, а можно использовать как самостоятельный ажурный узор. Такой он получается если не чередовать с лицевыми рядами, а просто вязать сплошными мережками, то получается довольно красивый структурный узор. Давайте посмотрим как это сделать. Здесь у нас количество петель кратное 10 плюс 2 кромочные и не забываем, что если у нас ажурный узор доходит самого края полотна, то желательно сделать еще одну лицевую петлю перед кромочной для ровного края и для того чтобы можно было сделать ровный шов при сшивании полотна. Итак, у нас мережки расположены в шахматном порядке, они формируются из накидов и начинаем мы вязать узор с изнаночного ряда. Здесь у нас две мережки были, значит наша мережка будет вот здесь посередине. У меня на спицах 30 петель плюс 2 кромочные, поэтому первые 10 петель мы провязываем изнаночными. 4, 5, 6, 7, и дальше для формирования нашей мережки вяжем 10 петель лицевыми петлями. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 10 петель изнаночными. Вы можете мережку формировать не обязательно из 10 петель, можете 12, 15, 5 петель, как вам будет удобно и как того требует ваше изделие, как вы его видите. Так, в лицевом ряду лицевые петли провязываем лицевыми, доходим до нашей мережки, вяжем ее следующим образом. Мережка формируется из накидов. Всегда начинаем с одного накида между петлями, потом переходим к двум накидам между петлями, к трем. Три это вершины мережки и вы можете чередовать. Если вы уменьшаете или увеличиваете количество своих петель в рапорте, то соответственно, у вас может быть один накид. Сначала с одним накидом, потом с двумя накидами, с тремя, чередуйте количество накидов. Так, лицевой петлей провязываем. Один накид, один накид, лицевая, два накида, два накида, три накида. Это вершина нашей мережки. Два накида, два накида, один накид и один накид. И закрываем нашу мережку. Так, и дальше продолжаем вязать лицевыми петлями. В следующем изнаночном ряду мы наши накиды спустим, а петли, которые находятся между ними, провяжем лицевыми, тем самым закроем мережку. Как видите, рапорт несложный и узор особого внимания не требует. Поэтому подойдет даже начинающим вязальщицам. А полотно получится очень красивое, структурированное. Особенно если взять толстую пряжу и толстые нитки, и толстые спицы, то у вас получится объемный, структурированный узор. Итак, дошли до нашей мережечки. Лицевая петля, спускаем накид, лицевая петля, спускаем накид. Здесь главное аккуратно спустить накиды, потому что они могут быть очень вредными и спуститься вместе с нашими петлями. Так, аккуратненько спускаем накиды, провязываем и закрываем мережечку. Все, остаток петель провязываем лицевыми, изнаночными, извините. Все, и таким образом мы нашу мережку сформировали. И у нас получилась вот такая мережечка. Видите, это довольно интересное украшение для ровного полотна, связанного лицевой гладью. Вот у вас может получиться так, или вот так, если не делать пропусков между мережками, а просто вязать их в шахматном порядке друг над другом. Всем легких петелек. Если будут вопросы, задавайте, пожалуйста, их в комментариях. Всем с удовольствием отвечу.